Здравствуйте, меня зовут Мария, и я хозяйка лавандового поля. Аня Александр, хозяин всей этой саленды. А это Аня Лёва, наши дети. В деревню мы попали из-за моей, наверное, третьей беременности, потому что я строю погодок. И когда я узнала, что будет третья беременность, понимая, что я уже с двумя, мне было сложно, я мужу сказала, что если ты хочешь, ты идешь в декрет. Да, он, ответственный человек, пошел в декрет. Мы выходили на улицу вдвоем с ним, одна в коляске, двое разбежались, и ты их успеваешь ловить в Минске только. Ну просто, это было за ними не уследить, потому что они все маленькие, каждому нужно внимание. Но у нас была идея когда-то, когда уже на пенсии, поехать жить в деревню. То есть с города как-то съехать, но это когда-нибудь потом. И вот это тот момент, что, наверное, не стоит вкладывать на потом, жить нужно сейчас, и, наверное, другого момента, как сейчас, уже не будет. Потому что мы, в принципе, с детьми относительно свободны, можно что-то попробовать изменить. Я не знаю, я, наверное, может быть, была еще в какой-то послеродовой, еще какой-то не совсем понимала голова, но муж согласился на это все. Мы продали квартиру и долго достаточно искали участок. Мне нужна была важная инфраструктура, близко, садики, школы, больницы, поликлиники. Я помню, как сейчас, 50 тысяч долларов на весь переезд. То есть на дом, на участок, на все абсолютно. Вот ездили, ездили, ездили. Один из землеустроителей говорит, у нас есть, в принципе, участок очень интересный. В Заболете можете посмотреть его и купить по кадастровой стоимости. То есть кадастровая стоимость, это отличается от стоимости на рынке от физлиц. Мы приехали здесь, конечно, было все такое зарошее, заброшенное. Часть кто-то сюда, свалку, мусор, видимо, свозили где-то. Ну, такое себе. Думаю, что тут интересного. Захожу за это все. Тут и вот эти вот маленькие сосны еще стоят. И так говорю, мужу. Знаешь, если вот здесь построить дом, поставить его с окном на кухне и смотреть на лес, когда ты моешь посуду, это, говорю, уже как-то очень весело. То есть я хотела жить в море, а живу в поле. В принципе, это не одно и то же, но тем не менее. Ну, и посмотрев остальные, взвесив все варианты, обговорив, найдя дом, то есть кто нам построит, все. Говорю, окей, давай начинать стройку. Мы вот и взяли этот участок, ждали где-то полгода, пока все документы, аукцион, все это пройдет. Нам он обошелся тогда в две с половиной где-то тысячи долларов. Вот таким образом мы здесь оказались. Конечно, переезд с детьми на руках, стройка, это достаточно сложный период жизни, потому что пройти проходится много, в том числе, чтобы вы понимали, кто спрашивает, что вы там многодетные, пособия. Какие? Обычные детские пособия мы получали и сдавали официальную квартиру однокомнатную в Минске. Все. То есть это, в принципе, весь доход, он не большой. И, естественно, бывает кризис, как можно сказать, по браку, по детям, по финансам. Он приводил к тому, что у меня шибануло все поменять в этой жизни. Я говорю, все, мы жгем мосты, расходимся, все дела. Но я понимаю, что это прекрасный отец для детей. То есть, если хочешь сделать детям хорошо, найди хорошего отца. И мы, муж спокойно, не знаю, как он иногда вытерпливает мои вот эти вот закидоны, спокойно говорит, хочешь, иди, вот квартира в Минске, иди живи. И мне приходит идея, я говорю, хорошо, давай будем жить рядом. Я возьму соседний участок, чтобы, во-первых, травмы для детей не было. Ты прекрасный отец. Но построим дом тот, который я хочу. То есть я после первого дома я поняла, что можно строить не по каким-то готовым проектам, а можно любой дом построить, который ты хочешь. Тогда начала смотреть, как раз такие инстаграммы различные. Увидела треугольный дом, дома, которые мне очень запали в душу. И начали искать строителей. Строителей никто не таких не строил. Тот, который нам строил дом, такая, Данила, вот у тебя получится вот такое построить? Он говорит, что я говорю, ну треугольничек такой. Я не пробовала, но давайте попробуем. И мы начали его строить. В какой-то момент мы поняли, что мы все-таки опять не вписываемся в бюджет. Мы вписываемся по материалам, не хватает денег именно на оплату работы строителей. Приходим с мужем вечером за разговором о том, что хорошо, мы говорим Даниле, как есть. Смысл врать, увиливать. То есть мы ему объясняем строителю, что у нас нет денег тебе заплатить, но у нас есть настрой материалы, и как бы мы не можем заморозить стройку. Все люди адекватные, понимают. Он говорит, что возьмите, вот вам торцовочную пилу нужно будет, что-то там еще, чтобы облегчить себе строительство. И вот второй дом, вот тот дом, первый наш треугольник, мы построили с мужем практически сами. То есть стоял скелет и была обшита крыша. Все остальное мы делали сами. И пока строили, мы помирились и поняли, как жить друг с другом. А пусть люди расходятся, у нас случилось наоборот. И, наверное, такой эффект произошел дальше, что мы были одни из первых, кто так на какой-то волне. Определенно случился ковид, люди начали ехать в дома, чтобы побыть вдвоем. Вот это вот понеслось. То есть большие дома, которые на 10-15 человек стали не популярны, стали популярны маленькие домики. К нам приехали блогеры. Их эффект сработал таким образом, что мы построили тут же второй дом. А здесь у нас был просто газон, газон с травой. И я его выкашивала полностью на газонокосилке, которая электрическая. И это у меня выходило дня 3-4, потому что достаточно 10 соток, маленькая, но там узкая ширина прокоса. Я мучилась. Думаю, что мне сделать такого, чтобы на этой земле больше так не мучиться? Это же, думаю, интересно будет, если какой-то многолетник, почва песчаная, чтобы сделать и забыть. И вот прочитала про лаванду. Ну, выходили статьи, кто-то там говорил про нее, думаю, о, отличная идея. Давай все-таки сделаем лавандовое поле, высадим, все остальное сделаем и будут там в фотосессии еще что-то приезжать. Ну, хорошо. Посадили лаванду, потом мы ее укрыли агроволокном и присыпали, как видите, камушками. Идея хорошая, но если раньше я косила газонокосилка, то сейчас я эти камни бы палываю вручную. Потому что моя идея о том, что сорняки не будут расти, провально напрочь. Они там растут, и очень хорошо. И таким образом у нас появилось лавандовое поле. Но, опять же, очень многие делают лаванду, выращивают чисто для фотосессий, а потом все срезают в основном букет и занимаются букетом. Конечно, есть был у меня опыт работы флориста, но это пласт работы, который требует очень много времени, потому что нужно ее правильно высушить. То есть, нужно практически заниматься исключительно лавандой. Ну, у нас есть усадьба, у нас есть кухня. То есть, очень часто гостей, хоть и не пыталась, все равно я очень много готовлю. Соответственно, мне не хватает времени, ресурсов и сил на то, чтобы заниматься именно сушкой ее. По этой причине мне пришло в голову делать то, что, наверное, мало кто делает. Я не могу сказать, что никто, кто-то все равно делает. Первое. Придумывать блюда, с лавандой. То есть, лавандовый чизкейк, лавандовое мороженое. Так как мы шпио-вар мы делаем лавандовое пиво. Есть мятное еще. Мятное, не знаю, у него готово или нет. Далее, естественно, делать хочется шагать дальше и делать продукцию из лаванды, которой, допустим, не так много на нашем рынке. Потому что я смотрю периодически, как делают другие страны, что они делают, как они культивируют. И есть интересные вещи, которые хочется создавать. Но для этого еще путь впереди. То есть, это есть в планах. Так как мы же работаем сейчас не только от физлица. Мы еще взяли земли в крестьянское фермерское хозяйство. Сейчас тут голубик у нас спеет. В дальнейшем на тех землях будет еще гектар лаванды, который мы потихонечку сейчас сделаем. Я проходила несколько стадий ее размножения. Один из вариаций очень хорошо сработал. Она сама насеялась, потому что его севали отдельно, она. Саженцы погибали, еще где-то, еще что-то не доглядел, еще где-то, и они в сети. Вот тут, говорю, ничего делать не надо. Оставил, природа сама все сделала. Это идеальный вариант. Есть несколько способов размножения лаванды. Первый – это идет семенами. Второй способ – черенкование. Третий способ – деление куста, считается. Деление куста, оно приравнивается, в принципе, как бы это сказать. Один из способов, когда можно приложить ветку лаванды, прикопать так называемым, и от питания куста она даст корни. То есть там практически кладется, либо подкапывается весь куст, потом он делится. Это более грамотно будет сказать. Я пробовала много способов из семян. Из семян выращивали, но пока мы до конца туманообразователь в парнике не сделали, у меня часть очень погибла. Второй способ был черенками. Он очень хорошо работает. Лаванда великолепно черенкуется, в том числе и даже теми частями, которые, по сути, не совсем должны давать. То есть, это цветоносы. Я брала цветонос, но без этого, без самого цветка стебель. Его обрезала с двух сторон, и она прекрасно у меня давала корни. И третий способ, который мы сделали – это так называемый природный. То есть, часть кустов мы оставили цветоносы на них, они вызрали семена, выпали в камушки на поле. И сейчас они уже выросли. Мы как раз их пересаживаем уже саженцами в так называемую лавандовую школу. Да, сейчас у них проходит период стресса, они немножко адаптируются к новой земле. А осенью мы уже аккуратно отсюда, разрезав всю пленку, достанем и пересадим в большое поле, которое будет как раз-таки примерно с 1 гектар. То есть, мне нужно 10 тысяч саженцев. Здесь порядка 8 тысяч влазит на этом поле. Оно все будет полностью закрыто. И еще есть такое мини-поле тоже. Там 2 тысячи саженцев уже сидит, и они себя там хорошо уже чувствуют. То есть, на следующий год я надеюсь, что будет прям такое красивое большое поле на гектар. Сейчас здесь 10 соток. За ней уход. В принципе, если все правильно подготовить, за ней уход будет только в подкормках и в своевременной обрезке. В принципе, все. Лаванда это растение, которое в принципе само по себе является горным. Изначально нужно выбрать правильную почву, чтобы она была бедная и пористая, то бишь на большую часть с песком. Если нет, то добавить песка. Лаванда очень любит золу. Либо же я добавляю ому, так называемое универсальное удобрение, с минимальным количеством азота. Потому что азот гонит зелень, это не очень ей будет хорошо. По этой причине, ну и обрезать. Обрезать вовремя, это осенью и весной, чтобы она хорошо перезимовала. Потому что сейчас есть несколько сортов, которые очень хорошо у нас зимуют. У меня сорт синева. Это крымская лаванда. Она специально была выведена и адаптирована под морозы. В принципе, там тоже есть минус 25. И на поле еще будет сорт хиткорд. Он достаточно популярен сейчас. Очень многие в Беларуси его выращивают. Но кусты сами поменьше. Эти более большие кусты. Ну и плюс еще лавандин будет на поле сидеть. Потому что это уже более технический сорт. По самому виду немножко другой. И ароматика другая. Соответственно, все гидролаты и эфирные масла, которые в дальнейшем хочу делать, они будут именно с лавандина. Потому что там более запах другой. Более насыщенный, концентрированный. Лаванда она более мягкая. А лавандин он более сконцентрированный такой. Есть спрос на лавандовые фотосессии. Во-первых. Во-вторых, у нас сейчас такая ситуация, что выезд за границу не всем доступен. И очень многие стараются сделать внутреннюю красивую Беларусь. Соответственно, лавандовые поля это одно из достаточно непростых, но оптимальных вариантов разнообразить свой участок. Ну и плюс, конечно, это дополнительный доход, который имеет человек, кто имеет лавандовое поле. Мы хотим, допустим, сделать еще не только лавандовое поле. Отдельная идея на следующий год, я надеюсь, может если получится, может через год еще. Там, где лаванда, это у нас будет Франция. Муж сделал закладку виноградника. Это у нас будет Италия, кусочек Италии. Потом мы сделаем зерновыми. Это будет Бавария. То есть именно такое разнообразие по разным странам, по таким вещам, чтобы люди могли приехать на фотосессии, посмотреть, как это все может быть благоустроено, увидеть, что мы тоже есть, что посмотреть. То есть люди могут провести время, отдохнуть, покушать что-то, в принципе, что нужно человеку. Чем живет человек? Впечатлениями. То есть эти впечатления людям дать. Дети у меня работают со мной. Сейчас они собирают голубику. В целом дочка, сын может пойти со мной, прошу их. Мы идем выдергиваем вот это, что наросло, и идем вместе все пересаживать. То есть они максимально включаются в работу. Они знают ценность денег, потому что все игрушки, все они покупают сами. У них есть свои деньги, которые они сами заработают. Мы платим за то, что касается усадьбы либо этого. Конечно, там еду, еще что-то, нужные вещи, одежду, еще что-то. Мы им покупаем. Я у них как-то брала в долг, потому что нам что-то нужно было на трактор. Покупали, так мы все выгребли. Мы у них взяли деньги под проценты, вернули им с процентами. То есть эти системы стараемся параллельно их и финансовой грамотности учить, и к труду, и ко всему. То есть они прекрасно понимают, что у нас есть работа. Приучены к тому, что если у нас гости, не орать. В другое время могут орать запросто. То есть бегать, скажите, делайте, что хотите. А вот если гости, говорю, будьте добры. Экскурсии приезжают, то же самое. Они стараются включать. Помогают на экскурсиях, помогают расставить столы. То есть они включены в работу. Благодаря усадьбе мы научились распределять ответственность. Допустим, за эту часть работы отвечаю я, за эту ты. И тогда не будет такого, что, ой, я думала, там кто-то, допустим, покосит газон. В смысле, если ты косишь газон, значит ты его всегда косишь. Если хочешь, я могу помочь и сделать эту работу, если ты меня попросишь. Можно делегировать, но изначально должны быть обязанности закреплены. Это касаемо во всем. С детьми. Папа захотел, чтобы дети ходили на тэквондо, папа возит на тэквондо. Я могу свозить, если ты попросишь. Но это не моя обязанность. То есть это обязанность твоя. Только так можно решить. Поэтому, да. Я изначально ехала, когда в деревню, я сказала, муж, я перееду уже в деревню, при условии, что у нас будут посудомоечные машины, стиральные машины, роботы, пылесосы. Сейчас 21 век на дворе. У нас есть электричество, у нас столько бытовых гаджетов, которые облегчают нашу жизнь. Поэтому жизнь в деревне сейчас может быть очень комфортной. Вопрос интернета. Его, как бы, да. Есть тем, кто повезло, кому приведут оптоволокно. Либо сейчас есть вариации по 4G. В остальном, с появлением электричества, очень все просто делается. Даже есть, ну они дорогие, но тем не менее, есть роботы, которые косят газон. Автополивый, еще что-то. Можно жить, в принципе, прекрасно в деревне сейчас. Тем более, что это, это другая жизнь. Я человек, который прожил всю жизнь в городе. Я не могу сейчас жить в городе. Почему? Потому что ты в городе живешь вместе со всеми соседями. Кто курит, кто там еще делает, у кого собака лает. У меня, моя семья, я живу вместе с ней. Да, каркасный дом очень так плохо шумоизоляционный. Но это мои дети, мои, как бы сказать, моя семья. Если мы все легли спать, то мы все спим. Все. Никто не беспокоит. Никаких соседей ничего нет. Хочешь, как-то смеялась, я говорю. Хочешь, работаешь перфоратором днем, хочешь ночью, уже это твой выбор. Да. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok